Роскошь осени Иркутской Как хорош Иркутск Именно в это время Плюс-минус одна неделя Может быть еще неделю, еще две продержится А потом все, наступит зима А вот наши друзья Кришнаиты Выгружаются из автомобиля Сейчас, наверное, будут петь, играть Интересно их лишь встретить Я-то думал, они еще пешком ходят А они, оказывается, вполне цивилизованы Так сказать, за спиной у мэра Вопрос уже в фейсбуке обсуждался А что если мусульмане вот с такой же аппаратурой выйдут Сядут на перекрестке и петь начнут Да любые Ну или просто ребята из подворотни Прямо так в центре города громко Что это как не пропаганда религии Самая настоящая Не правда ли, почему в центре города идет такая вот пропаганда Хотя они, конечно, люди якобы мирные Якобы добрые Но громкие При вот этой аппаратуре, конечно Так что вот Уважаемый Дмитрий Бертников Вопрос к вам Хотя ладно Скажем, по сравнению со всеми другими гадскими проблемами Это такая Несущественная Да Вот эта милая женщина С книжками Ко мне сегодня подходила уже У меня с ней состоялся интересный разговор Она мне говорит Может быть заинтересуетесь Ну предлагая книги Купить, конечно Я говорю Ну в общем-то я уже Интересовался Знаком Она тогда мне говорит А почему тогда вы к нам не приходите Я в ответ ее спрашиваю Говорю А почему вы ко мне не приходите У нее немножко задымились Мозги Как я понял Там все сложно с логикой Она так удивленная Даже возмущенная Она мне говорит А почему мы должны к вам приходить Я говорю А почему я должен к вам приходить Она говорит Ну мы же Говорит Вот там Типа просвеченные Мы же с Богом Вот И я понял Что вот так вот Ну это наверное хорошо Иметь такую гордыню Думать Что ты лучше других Потому что Вот Ты должен ко мне прийти Потому что я с Богом А что это как не гордыня Ну это по нашему По православному Точнее сказать По нашему По татарски Не христиански Такие вот дела Интересные А вот он знаменитый Посредине бульвара Гагарина Ресторан Нежный бульдог Про который я не раз писал Не раз говорил И не раз удивлялся уже Как такое может быть В центре цивилизованного Иркутска Взять и зашарашить Вот так вот В пятидесяти метрах От Исторического памятника Испортить бульвар Шикарный Просто взять его Переградить Ресторанам Вопрос Страшно интересный Какие должны были быть Аргументы У главного архитектора города Который подписывал Это строение Полностью уничтожившим На этом участке Шикарный зеленый бульвар Интересный вопрос Кому его задать? Все Взятки и кладки Нет этого человека Наверное Уже Или есть? Я на медне гулял По Иркутску И на бульваре Гагарина Набрел на Нашего Мэра Дмитрия Викторовича Бердникова И не применил Воспользоваться Возможностью Сделать с ним Селфи А потом Сделал вот такой Вот Забавный Клип Поместил его В историю И только После этого Задумался Что же я наделал Потому что Я вспомнил Ведь Именно в эти дни Шли какие-то Выборные Дела В думе И что-то решалось Там по поводу Мэра А я Дремучий Оказался В этом вопросе И почему-то Простую Шутку Свою И в общем-то Добрые Отношения Не злые Отношения К нынешнему Мэру Выраженные Вот в такой Форме Меня заставили Задуматься А прав ли я Тут Вокруг Всей этой ситуации Ломаются Какие-то Копья Кто-то С кем-то Очень сильно Спорит И дерется По поводу Там Избра Избранности Неизбранности Легитимности И так далее Честно говоря Я Уже Моей головы Не хватает На все эти Вот Перепетии Одно знаю Что Как бы Демократия У нас Покончена Мы живем Мы живем В общем-то В каком-то Ханском Олигархате Все выборы Наши Практически Безрезультатны И если что-то Еще и действует То только Наше мнение Объединенных Голосов И выхода На улицу Я От них Не призываю К этому Но тем не менее Мы Должны сделать Вывод Что Конституция И законы Не работают Абсолютно Поэтому Уже становится Практически Безразлично Выбираем Мы или не Выбираем Назначают Нам Или не Назначают А на практике Вдруг оказывается Что важным Становится В общем-то Личность Личность В истории Личность В городе И Я Не знаю В общем Как к этому Ко всему Относиться Кроме Как С недоумением И желанием Все-таки Высказать Своё мнение Ненасильственным Путём Что касается Дмитрия Бердникова То должен Сказать Что Я Отношусь Вообще Ко всем Нашим Начальникам Городским Областным Российским Исключительно Как художник Меня Больше всего Интересует И Я Я руководствуюсь Физиогномикой И моим Впечатлением Моими Чувствами Логику Здесь Включать Очень Сложно Потому Что нам Врут Со всех Сторон Верить Верить Тому Что Говорится Практически Невозможно И я В Этих Случаях Становлюсь Практически Так Приобретаю Женское Какое-то Отношение Вот Нравится Мне Если Человек Внешний Не важно Мужчина Женщина Я имею ввиду Про политика Я Включая Свою Интуицию Опыт Понимание Ситуации Именно Из Эмпирических Таких Вот Каких-то Информационных Источников Отключаю Логику Потому Что Давным-давно Уже понял Главный Афоризм Наших Дней Что Абсолютно Нельзя Ничему Верить Что Мы Видим В виде Факторов То есть Нам Факты Подтасовываются Информация Нам Подтасовывается И ничего Мы Логически Здесь Арифметически Не вычислим Мне Остается В этой Ситуации Полагаться Только На свое Чувство Да На то Самое Которое Называется Нравится Не нравится Я это В искусстве Очень сильно Критикую Но там Я профессионал Там У меня Есть Мощные Четкие Факты И аргументы Что касается Политики У меня Фактов И аргументов Практически Нет Они у меня Все Ложные И фальшивые И я Смотрю На лицо Человека Вот Это я К тому Что Мне Почему Дмитрий Бердников Симпатичен В отличие От всех Предыдущих Уж Извините Господа Мэры Смотрел Я на вас На предыдущих И кроме Какой-то Хитрости И так далее Но не буду Сейчас Говорить Никаких Опитетов Опять же Потому что У меня Нет Фактов А Глядя на Нашего Мэра И в общем-то Даже Слушая Многих Кто с ним Встречался И каким-то Образом Был связан И кому Я доверяю Они Отзываются Весьма Положительно Об этом Человеке И у меня Есть Такое Мнение Что Ну вот Я не Ощутил Я От него Никакого Зла Пока еще По отношению К Иркутску Я-то ведь Сужу По отношению Да Конечно Ненамного Стало У нас Лучше С проблемой Сохранения Иркутска С проблемой Архитектуры Но то Что в Иркутске За время За эти Вот 5 Там 4 года Видно Как все Очень Сильно Зашевелилось Это Безусловно Поэтому Я совершенно Искренне Сделал Это Селфи Этот Калажик И По принципу Что Хуже Не будет А может быть Будет и лучше Я в общем-то Буду приветствовать Если Дмитрий Викторович Останется На этой Должности И как Я уже Где-то Написал Если бы У него Была Возможность Легитимизировать Своё Пребывание На Должности Главы Города Ну и Дай Бог Ой Зря я Влез В эту Такую Политическую Ситуацию Для этого У нас Есть Профессионалы Которые Умеют Анализировать Политологи И так далее А моё дело Ходить По городу И Просто своим Художественским Взглядом Видеть Плохое И хорошее И об этом Рассказывать И вот тут Появилось У нас Интересное В фейсбуке От Стаевского Комментарий Который Вдруг Обратил Внимание Ну собственно Я на это Всегда Тоже Обращал Внимание Что А чем Отличаются Все Всякие Вот эти Мероприятия Которые Проходят В городе От Митингов Собраний Шествий И так далее То есть По форме Это то же Самое И кстати Говоря Недавнее Концерт Там По поводу Избрания Как раз Думы нашей Который Был превращен То ли специально То ли Нечаянно В митинг Политический Говорит о том Что да Действительно Это новая форма Во первых И Рано или поздно Воспользуются Те мальчики И девочки Которые танцуют Там например Совершенно Невинно И Аполитично Где-то там На улицах Что при желании Их можно всегда Загребсти Как говорится Да И вот тут Сразу возникает Интересная ситуация С нашими Всякими Кришнаитами И всякими Песнопениями Ну кстати говоря Этим отличаются У нас только Кришнаиты И я все жду Когда выйдут Другие Вот с такими же Песнями Будут они ходить По улицам Одни по одной стороне Другие по другой стороне А третий По центральной Части проезжей И будут песни петь А уж что они там Поют на своем языке Вот это Интересный вопрос Да Ну я уже тут Задавал его Что А что будет Если вот Выйдут точно так же Представители Других Религиозных Конфессий Да Так вот С одной стороны Все это Очень невинно Кажется А с другой стороны Опять мы живем Не по закону А по понятиям А по закону Я считаю Что да Громкие Все звуки Какие бы они Были там Красивыми Для кого-то Они в общем-то Должны быть Ограничены И вот это Вот громкое Песнопение Я не знаю Наверное Надо в определенных Отведенных местах Да Я буду к тому Склоняться Что все Религиозные Все партийно-политические И другие Не санкционированные Как сегодня Говорится Хотя они Не должны быть Санкционированы Всякие такие вещи Пропагандистские Должны проходить В определенных Отведенных Для этого Местах По крайней мере По конституции У нас не запрещены Никакие политические Выступления Между прочим Народа И волеизъявления Но при этом Церковь и религия У нас от государства Отделена И вот тут Я вижу Такое противоречие Да Люди с лозунгами Касающимися Их Скажем так Социально-политических Вопросов Имеют право Выходить на улицу А люди Со всякими Своими Личными Интимными И Идеологическими Да Да Идеологическими Вот Сейчас я Подумал Что это Это и есть Главный ключ У нас же Конституция Идеология запрещена У нас не запрещена Политика У нас не запрещена Социология У нас не запрещена Так сказать Социалка То есть мы можем Выходить И требовать И свои Экономические Предъявлять требования А вот Идеологию Оставьте У себя Я не знаю На кухне Или в своих Молельных домах Или Партийных Домах Идеология И физиология Это Интимные дела Молельных домах Молельных домах Молельных домах